Добрый день, друзья! Мы сегодня оказались волею судеб в МЧС нашего советского района и встретились с Вадимом Олеговичем. Вадим Олегович, как правильно Ваша должность? Заместитель начальника отдела, начальник отделения, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новосибирск. Вот Вадим Олегович, я буквально сегодня утром выложила видео, как горят деревни в Тюменской области. Пожары пришли в деревню и прямо много-много домов. У нас сейчас в Новосибирской области как обстановка? В настоящее время в Новосибирской области тоже с ландшафтными пожарами складывается достаточно сложная оперативная обстановка. И в ближайшее время, с учетом погодных условий, которые становятся в сухая, жаркая погода, данная обстановка предполагается еще более осложнится. И в настоящее время ландшафтные пожары уже в Новосибирской области, во многих областях имеются. Наибольшие площади пожаров и наибольшее их количество в настоящее время это в Венгерском районе, в Убинском районе, в Убышевских районах и других. И здесь город Новосибирск, он, конечно, меньше подвержен данным пожарам, но тем не менее такая опасность от ландшафтных пожаров имеется и в городе Новосибирске. Поэтому гражданам нужно быть очень внимательным и осторожным. Ну вот сейчас праздники начнутся, я так понимаю, погода более-менее установилась, все поедут на шашлыки. Вообще у нас сейчас шашлыки-то можно жарить на природе? Действительно, наибольшая опасность в городе Новосибирске и в гранищах с городом Новосибирском районах, она сейчас предполагается именно от наплыва граждан на свои садовые участки и места проведения отдыха. И прежде всего это связано с возможностью разведения и использования открытого огня. Поэтому еще раз хотелось бы напомнить, что на территории Новосибирской области с 24 апреля по 15 мая введен особый противопожарный режим. В рамках этого противопожарного режима запрещено использование и разведение открытого огня, в том числе при использовании мангала для приготовления пищи. Владимир Олегович, знаете, недавно по интернету прошло видео из советского района, как девушка в одного тушит пожар. Не знаю, где это было, но это где-то у нас в советском районе было, трава горела, и она взяла этот веник и начала тушить. А на самом деле, как правильно поступать в такой ситуации? Вот видят люди, пожар горит. Что надо делать? Куда бежать? За что хвататься? Куда звонить? Действительно, этот вопрос тоже актуальный. В первую очередь, сейчас у всех имеются сотовые телефоны, это нужно незамедлительно сообщить пожарную охрану. По номеру телефона 112 этого общего, либо 101. А как дать координаты? Ну, ты в лесу, видишь, горит. Сказать, что в лесу горит? Привязку, конечно же, все равно нужно дать. Привязка, в любом случае, если человек находится около какой-то дороги, вблизи какого-то населенного пункта, соответственно, привязку к населенному пункту или к месту, к станции, если это же дали к станции, то есть какую-то привязку нужно дать. И если эта площадь возгорания, в случае, с которым вы рассказали, небольшая, или позволяет самостоятельно ликвидировать, конечно, нужно или можно принять меры ликвидации этого горения. Но если площадь пожара уже достаточно большая, площадь горения, конечно, самостоятельно в данном случае ликвидировать не рекомендуется, потому что есть риск получения травм и уже самая мезда продуктного горения. Это очень опасно. Поэтому здесь, конечно, сообщить и ждать прибытия пожарных подразделений, которые уже примут все меры для ликвидации данного задания. Я очень прошу вас, друзья, на праздниках будьте осторожнее. Зачем нам проблемы? Особенно, когда горят дома. Вот это очень страшно. В завершение, наверное, я хотел бы напомнить, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима мы рассмотрим на административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кулакова. Можно еще один вопросик, уже так, дополнительно? А это правда, что были случаи, когда люди у себя на участке сжигали траву, приезжала пожарная машина и просто все заливало пеной? Вы такое практикуете? Прямо пеной, да? Ну, мне рассказывали, что приехала пожарка, и весь участок залила пеной, и там больше ничего не росло. Это, наверное, такие истории, которые, не знаю, возможно, где-то и были. Но на самом деле, в первую очередь, если на участке разводится костер, то граждане самостоятельно его, как правило, тушат. Если не понимают, то, конечно, не понимают себя. Ну, то есть, это реально может приехать пожарная машина и залить там весь участок? Если поступает сообщение о горении чего-либо, пожарные подразделения обязательно приедут. А уже на месте принимается решение о том, что делать. Неродионные хозяева. Сказать, что приедут и зальют участок пеной, ну, наверное, это будет такая история. Понятно. Спасибо, друзья. До свидания.